Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, доброго времени суток наши уважаемые контрагенты. Сейчас мы с вами находимся на странице для юридических лиц и здесь появились у нас две большие кнопочки. Первая кнопочка называется приобрести и вторая кнопочка получить услуга, получить услугой. Для чего это сделано? У нас, вы знаете, существует административный регламент Ростехнадзора за номером 623 и существует приказ Минздрава Российской Федерации от 28.07.2020 года за номером 749-Н. 749-Н определяет те методы, медики определяют те методы, которыми должны проводиться психологические обследования, которые требуются для Ростехнадзора, для получения предприятием лицензий. То есть существуют индивидуальные лицензии на каждого конкретного работника, ответственного человека, работника и существует общая лицензия для предприятия на право ведения определенных опасных видов деятельности. Для того, чтобы получить индивидуальную лицензию, Минздрав определяет это 749-м приказом, как я уже сказал, и пишет в этом приказе, что необходимо проводить обследование по некоторым, нескольким психологическим методикам. Там и измерение артериального давления и много-много всего чего-чего есть. Соответственно, одними из ведущих методик по проведению психологических обследований и медосмотров являются методики ММПИ, Миннесотский многоаспектный личностный опросник, ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция, ССМР, сложная зрительно-моторная реакция и реакция на движущийся объект. В нашей лаборатории эти методики существуют, они нами разработаны, применяются активно уже более десятка лет, больше, наверное, не помню уже точнее. Соответственно, мы предлагаем их приобретению. Стоимость четырех методик, вот этих психологических, составляет 450 тысяч рублей. По идее своей, ну, каждая методика порядка 90 тысяч у нас стоит, плюс оболочка. Оболочка также 90 тысяч стоит, они объединены как некое единое целое этой самой оболочкой. Можно их приобрести по отдельности, сэкономив тем самым и заплатив нам 360 тысяч рублей, или же приобрести в оболочке эти методики. Почему оболочка важна? Если большое количество обследуемых лиц в оболочке проходить обследование в несколько раз быстрее и удобней, нежели проходить каждую методику по отдельности, запуская ее отдельным файлом. Ну, общая стоимость комплекта составляет 450 тысяч рублей, вот этих базовых методик. У нас несколько сотен методик в лаборатории существует, но в данном случае мы говорим о 749 приказе Минздрава Российской Федерации, и он определяет вот основными ведущими методиками именно вот эти четыре, ММПИ, ПЗМР, СЗМР и РДО. Это можно приобрести у нас и использовать, соответственно, имея определенный штат психофизиологов у себя напрямую, да, то есть какое-то помещение выделенное отдельно с установленными программными обеспечениями, или где-то на участке, то есть перед выходом на рабочую смену, или еще где-то, то есть где существуют какие-то фельдшеры, как минимум фельдшеры. Лучше всего, ну и фельдшеры не справятся, они не обладают специальными знаниями, нужны, конечно, обученные психофизиологи. Это требует и заработной платы для них, и помещений, и всего-всего-всего. Ну куда, как говорится, деваться, если закон, а закон суров, но это закон, определяет это все, 749 приказ в частности, он определяет вот именно такую процедуру проведения психофизиологических обследований. Соответственно, нужно необходимо специалистов проучить, подготовить и проводить эти обследования согласно закону, на основе, делая выводы на основе вот этих методик, четырех методик. Кроме того, значит мы, у нас это давно, мы поставляем эту программную продукцию достаточно давно, но кроме того, мы предлагаем и некую новую услугу, то есть проведение психофизиологических обследований в рамках 749 приказа Минздрава, это можно получить услугой. То есть мы оказываем через интернет, дистанционно предоставляется пользователям, предприятиям, конкретная методика, ну в частности, перечисленная на ММПИ, ПЗМР, СЗМР, РДО. И, соответственно, мы можем по каждому работнику провести такое обследование онлайн, через интернет, то есть работник получает доступ к программному обеспечению, проходит эти методики соответствующим образом по инструкциям и получает на себя результат. В дальнейшем эти результаты передаются уже там медикам, я не знаю, как это будет устроено в дальнейшем, приказ 749 это не поясняет, соответственно, передается, видимо, это куда-то психофизиологу, прежде всего, который будет это все дело вести и контролировать, опять же, да, кто требуется, специалист. Но, тем не менее, 10 тысяч все равно это в разы дешевле, чем приобретать общий комплект вот этих базовых, я подчеркну, четырех психофизиологических методик. Вот таким образом, то есть можно приобрести у нас программное обеспечение, а можно получить от нас услугу по проведению психофизиологических исследований в рамках приказа 749-М. На данный момент это все, благодарю вас за внимание и удачи вам!